всем привет дорогие друзья любители 3d печати с вами вновь компания 3d tool и рубрика заметки инженера и сейчас мы продолжаем серию наших видеороликов про серию принтеров altimaker как раз если вы могли видеть если не видели то проходите по ссылке в описании недавно у нас вышел ролик про altimaker s5 это в данный момент флагманский принтер компании altimaker сейчас у нас на обзоре представлена предыдущая модель так скажем переходная с altimaker 2 на altimaker серии s это altimaker 3 extended он уже был снят с производства весной этого года тем не менее чтобы просмотреть изменения которые претерпел принтер в новой с серии предлагаю ознакомиться вот с данной моделью и так давайте приступим к обзору что же мы имеем в принтере altimaker 3 extended размер рабочей площадки 215 на 215 на 315 миллиметров соответственно монохромный дисплей с джойстиком здесь отсутствует передняя дверца так же как и верхняя крышка возможность установки бандл в весе расширенной также 2x трубера здесь если мы откроем эту погоничную крышку мы увидим здесь сменные принткоры которые подходят также и на с серию они взаимозаменяемы что касается механики здесь стоят одинаковые валы соответственно по x по y диаметром 6 миллиметров шаговые моторы типа ним и 17 такие же как и на с серии и более тонкий ремень gt2 он у нас 6 миллиметровый по интерфейсам здесь стоит контроллер olumax a20 lime 2 который позволяет нам печатать с usb флешки соответственно по вай-фаю и полон кабеля в задней части принтера таким же образом устанавливаются катушки с nfc чипом также возможное использование обычных катушек это все выставляется в программе ultimaker кура соответственно какие катушки вы используете блок питания у него внешне в отличие от с серии подключается через такой провод и разъем для ethernet кабеля у нас соответственно nfc разъем подключается на днище это не очень удобно но здесь вот такой такая прорезь есть то есть нужно принтер приподнять и подключить если мы печатаемся на все катушками неизменная конструкция несущего корпуса то есть как мы видим здесь также как и на с серии волы встраиваются подшипник непосредственно в самом самой стенке в основном меню принтера есть всего три пункта это печать выбор материала то есть материал 1 материал 2 выбираем тип принт кора если нам нужно его заменить соответственно внутри этих подменю будут будет вариант чтобы преднагреть и заменить во вкладке система очень много различных настроек то есть это подключение сети интернет настройки по платформе по печатной голове здесь есть диагностический режим калибровка киру connect обновление программного обеспечения также в этой версии доступен уже русский язык был система переключения экструдеров на с серии и на ultimaker 3 одинаковая благодаря этому рычажку который подъезжает к данной проушине он переключает между собой экструдеры механически это происходит достаточно быстро сделано на самом деле это для того чтобы облегчить этот экструдер он очень легкий принтер может печатать на очень большой скорость до 150 миллиметров в секунду без потери качества если бы сюда были придуманы какие-нибудь сервоприводы или двигатели которые устанавливались кстати говоря даже не знаю каким образом могли бы они здесь стоять потому что это быстросъемные экструдеры в принципе достаточно сложно сделать так чтобы какая-то какой-то мотор переключал их между собой то в любом случае это утяжелило бы экструдер появились бы паразитные вибрации он не смогу печатать с такой скоростью с которым печатает сейчас также в корпусе принтер установлена веб-камера вы можете следить за процессом печати из официального приложения которое доступно на аэс и android автоматической калибровки как в с серия здесь нет здесь есть соответственно в настройках печатной платформы ручная калибровка давайте посмотрим как это работает переключился экструдер платформа стремительно подъезжает вверх и далее принтер просит нас повернуть джойстик пока не будет найдено расстояние в один миллиметр между соплом и стеклом проворачиваем джойстик примерно на глаз смотрим что у нас есть один миллиметр и такая же история то есть у нас есть три точки три винта которые нужно подкрутить в нужное время для достижения такого же расстояния и так заходим в нашу программу altimaker кура и смотрим я нашел на thingiverse.com вот такой вот модель это составная модель пушки гаусса если кому интересно то ссылка на сама модель будет в описании я думаю сейчас мы перевернем поставим вертикально ее как раз пва поддержки мне кажется будет интересно посмотреть как принтер это напечатает немножко не так вот правильный угол вот мы поставили на плоскость получается здесь у нас есть нависающие конструкции есть рельеф на поверхности определенной то есть будет интересно посмотреть как она напечатается что что у нас останется под пва пластиком насколько сглаженная будет поверхность по настройкам я ставлю высоту слоя 0 15 то есть 150 микрон сейчас еще пробежимся по настройкам посмотрим скорость я думаю не нужно ставить очень большую то есть там 150 миллиметров в секунду скорее все сейчас поставим стандартную скорость 150 только на перемещение экструдер между точками можно будет поставить потому что все-таки пва пластик но его нужно печатать на более низких скоростях вообще стоит 250 почему-то надо убрать так ну собственно все остальные настройки по умолчанию я ничего не трогал просто поставил что у нас пла маджента на одном пластике и пва на втором соответственно сейчас сделаем слайсинг посмотрим как эта модель будет у нас выглядеть уже в поддержках кстати говоря плотность поддержки я поставил 60 процентов я думаю нам вполне этого хватит чтобы избежать различных провисаний пластика в принципе пва растворится потом я буду будет нормально и так вот у нас загрузился внешний вид то есть визуализация таким вот образом будет выглядеть у нас поддержки для лучшей адгезии немножечко сделал скирт так называемый вокруг модели вот она 60 процентов плотность поддержки ну что ж давайте сейчас сохраним это задание джекот и отправим его на печать соответственно теперь запустим с юсб флешки задание на печать который мы только что подготовить вот вы вот Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, давайте растворим сейчас этот пластик. Посмотрим, как наша модель будет выглядеть под ним. Погружаем в теплую воду таким вот образом. И оставляем на несколько часов, потом просто под струей этот пластик можно вымыть. Ну что ж, друзья, результат печати перед вашими глазами, это то, что у нас осталось под ПВА-пластиком. В принципе, результат достойный, но местами на ПВА-пластике я вижу какие-то моменты недоэкструзии. Скорее всего, это обусловлено старой недоработанной системой Bowden, которую ребята из Ultimaker поправили как раз в серии S. Ну и это видео вы можете посмотреть из обзора на Ultimaker S5. Там деталь получилась идеальная. Ну что ж, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, результат печати, хотя он, конечно, получился не самый идеальный. Но следующий обзор на нашем канале, это будет обзор на преемника этого принтера, Ultimaker 3 Extended. Это уже Ultimaker серии S, S3. И я даже думаю, что мы сделаем батл в следующем видео, сравним его печать с печатью Picasso X-Pro. Хотя они стоят совершенно разных денег на самом деле, но приблизительно, то есть как бы в какой-то сегмент они попадают. Я думаю, можно будет посмотреть, будет интересно вам. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok